Любители Москвы, вы смотрите передачу Московская феносреда о сезонных изменениях, которые происходят в природе Московской Украины текущей недели. Вот видите, сколько еще снега, очень много еще пока снега, и его высота, хотя он постепенно уменьшается, он, конечно, осел, побурел, почернел, да, уже от времени, от всякой грязи еще дополнительной, городской, да, который на него, так сказать, садится, да, за время зимы, уже почти месяц прошел весны, вот, и всякие реагенты еще только с этим снегом не делают, да, как только над ним не издеваются, и он уже, конечно, далеко не такой белый, как только что выпавший, или тот, который бывает в декабре, в январе, ну, а сейчас он уже, конечно, такой постепенно сходящий. Ну, кстати, высота его, она все равно превышает норму на 10-12 сантиметров до сих пор, и сейчас, вот, 20-го числа сегодня он составляет, в общем-то, где-то около 40 сантиметров, но это, в общем-то, если говорить про ВДНХ, ну, и даже ближе к центральным районам, а вот, например, в Коньково снега еще почти 60 сантиметров, ну, а в Подмосковье и тем более там еще выше, так что, ну, тоже по местам, конечно, где как, но в среднем, в любом случае, во всех местах высота снега, она превышает привычные показатели. Постепенно он оседает, примерно на 2-3 сантиметра в день уменьшается его высота. Вот, ну, и кроме того, также вот вчера были небольшие такие осадки, какая-то морозь была небольшая, и это тоже как-то вот внесло, конечно, тоже вклад в таяние снега, потому что, и, кстати говоря, вот вчера были первые осадки в этом месяце, представляете, в марте месяца вообще не было ни снега, ни дождей, вообще никаких осадков. То есть 3 недели прошло фактически, да, вот с начала месяца, вот уже много, да, 2 декады, если так говорить. И вот только лишь вчера, ма, немножко-немножко, там прям буквально небольшая такая морозь только была, и даже трудно назвать осадками, ну, они как бы классифицируются как все-таки осадки, ну, совсем небольшие. Так что, на самом деле, какой-то месяц довольно сухой, наверное, как бы, видите, как все компенсируется, да, зима, наоборот, была очень снежная, потому и столько снега много нападало, а вот, видите, весна, наоборот, пришла, наоборот, очень сухая, идет на рекорд, потому что практически нету ни дождей, ни мокрого снега, ничего нету. Ну, и, кстати, еще во многом поэтому снег так довольно долго держится, вот такой высоты, именно за счет этого, потому что, если бы, допустим, были бы сейчас дожди, например, хотя бы 1-2 дня, то снег бы, конечно, резко бы стал сразу таять, и уже не на 2-3 сантиметра в день, а, смотрите, сразу сантиметров на 5, после дождя хорошенького такого, да. Вот, и, кстати говоря, сегодня 20-го числа день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи фактически одинакова, а именно около 12 часов составляет сегодня продолжительность светового дня, чуть-чуть побольше, 12 часов 10 минут. Ну, и солнце восходит полседьмого утра, а заходит оно около 7 часов вечера. Вот. Так что вот считается, что это вот такая уже пришла настоящая действительно весна, все, и вступил уже полностью в свои права. То есть, если календарная, она, конечно, понятно, приходит 1-го числа, 1-го марта, то вот настоящая она приходит уже ближе к концу марта. Вот. Ну, просто за счет того, что много снега, кажется, что зима еще вовсю, так сказать, у нас есть. Ну, это просто вот аномально много в этом году выпало. Ну, а и, видите, уже вчера была довольно теплая ночь, даже фактически около нулевой была отметки температуры. Ну, а сегодня, правда, морозец был утром. Вот. Чувствовалось небольшой морозец, но, конечно, не сравнись с тем, которые были еще буквально там неделю-две назад. Но все-таки сегодня было похолоднее, чем, допустим, вчера, так что пока еще, конечно, какая-то определенная борьба идет. Но это и так обычно и бывает. Ну, и, кстати, луна у нас сейчас почти практически полная. Вот. И будет немножко еще расти до 25-го числа, когда будет уже настоящая полная луна, полная луни. Но сейчас пока, видите, область довольно большая, поэтому видно не очень хорошо. Но, в принципе, если вдруг прояснение какое-то будет, то уже так вот где-то ночью, даже ближе к утру, вот ее уже такую фактически полную можно увидеть. Ну, и позавчера у нас был день Конана, когда уже готовились к сельскохозяйственным работам, замачивали семена и уже в некоторых местах начинали копать огороды и удобрять грядки, прежде всего навозом. Ну, и сейчас это явно делать как-то у нас рано, потому что, представляете, сколько сейчас снега в полях. Вот. И если здесь вот в городе у нас, конечно, уже есть опленые какие-то проталины, особенно таким по, как говорить, солнечным местам, да, вот, по открытым солнечным местам, где-то так вот. Но и то их не так много, все-таки слишком уж много навалило. Ну, а вот, представляете, Подмосковье, там еще какие грядки, тогда просто не войдешь. Ну, опять же, год на год не приходился, естественно, что... Ну, в любом случае, сейчас, наверное, еще рановато, но уже, конечно, там замачивать семена и готовиться как-то, да, то, что-то уже, наверное, нужно. И так многие делают. Ну, вообще, конечно, сейчас еще время прилета птиц. Ну, вот, в частности, считается, что вчера должен был прилететь белый аист, также и дятел прилетает, ну, уже, как говорится, грачи тут довольно-таки давно прилетели, да, жаворонки, а также зяблики, чибисы, кукушки. Ну, то есть, очень уже довольно большой такой прилет птиц уже в конце марта происходит. Вот, ну, видите, как сейчас, не знаю, может быть, их несколько снег смущает, ну, как-то, наверное, несколько замедляет процесс. Но, в принципе, конечно, уже, по идее, должны прилетать. Вот, и считается, что если дятел вообще в марте стучит по дереву, то это вообще предвещает долгие холода. Ну, видимо, ему холодно, и поэтому сильно так стучит, потому что она, наверное, предчувствует холода, и птицы, то есть, понятно, холода, ну, кто холод любит, понятно. Вот, ну, у людей-то есть возможность согреться, там, в теплых квартирках, да, в теплых местах, а у птицы такой возможности нету, фактически, да, поэтому вот он стучит, наверное, таким образом согребается, но и заодно показывает, что, вот, значит, и будут еще долгие холода. Ну, я вот что-то не слышал, был тут вот тоже в лесах, что-то не слышал дятла, ну, может быть, и, как говорится, в других местах он долбил, как-то вот не пришлось мне его услышать. Вот, ну, вообще, конечно, да, тут еще идет борьба определенная, да, весны, так сказать, вот такое время сейчас как раз борьбы, вот это март месяц, да, фактически весь месяц борьбы, да, холода и тепла, весны и зимы, вроде как с крыш капает, да, уже капель, а все-таки еще занос цапает, вот, особенно по утрам, конечно же, днем, конечно, прогревается же воздух, но вот утром еще довольно прохладно, вот. Ну, и, кстати, сейчас вот идет время, так сказать, когда ветки вербы серебрятся, вот, распускается верба, она, ну, фактически одна из первых, да, вот, каких-то, если брать именно древесную культуру, мы не говорим, сейчас, да, время еще подснежников, конечно, да, они уже в ботаническом саду МГУ уже, наверное, недели-две, как примерно, там, вышли из-под земли, распустились, да, ну, в других местах, может, немножко по-другому, но тут снег, и опять же мы говорили, что снег, в принципе, не дает, да, особенно проклюнуться этим первоцветом, но вот если брать из деревьев, то это, конечно, такая верба, она первая, вот, именно, распускается, да, и вот часто вербу срывают, приносят домой, и вообще считается, что она выгоняет из дома всякие гадости, и даже болезни, ну, и всякие разные ссоры, конфликты, ну, в общем, короче говоря, все плохое, все, что дома плохое есть, то все, так вербу стоит принести, и сразу как вот по волшебной палочке все сразу прекратится плохое, все будет только хорошее, вот. Ну, и вот, а вообще, вот, послезавтра у нас будет вторая встреча весны, это 22 марта, то есть, получается, в этом году, в пятницу, в пятницу будет вторая встреча весны, первая была на Сретене, а это вторая встреча, это день сорока мучеников, или день сороков еще его называют, церковный праздник, сорок мучеников севастийских, которые пострадали за Христа, вот, еще давно, там, начале 4 века, во времена Священной Римской империи, вот. Ну, и вот говорили, что вот на эти вот сороки еще день называли сороки, то и вот как раз зима окончается, и весна уже начинается, и при этом прилетает почему-то 40 птиц. Ну, понятно, так сказать, 40 мучеников, 40 птиц, но это, конечно, понятно, метафора, вот, и вряд ли 40 птиц, конечно, прилетает прям непосредственно, ну, да, птицы летят, но еще, конечно, ну, вряд ли их прям именно 40, ну, так вот говорили, имея в виду, конечно, прежде всего, не то, что прям конкретно 40, а то, что их просто прилетает довольно большое количество, ну, и заодно еще вот в день была такая раньше традиция, пекли печенье в виде вот этих вот разных птиц, то есть там в виде жаворонков, в виде там чибисов, ласточек и прочих, и прочих. Ну, ласточки-то, наверное, еще явно не прилетели, еще рановато, конечно, попозже. Вот, ну, а также в это время, иногда, кстати, вот бывает туман раньше, вот, и который тоже, кстати, снег съедает, в этом году я, кстати, ни разу что-то туман еще не видел, бывает, вот встаешь, туман, да, сразу вот утром, а тут что-то, пока еще тоже не доводилось как-то видеть в марте, чтобы был туман, ну, вот, он тоже, кстати, способствует тому, чтобы снег таял, дождь, туман, вот, осадки разные. Вот, ну, и сейчас, кстати, еще также происходит движение сока в березах, уже потихонечку начинает сок течения, вот, то есть птица прилетает, вот, и сок уже движется постепенно, да, и это тоже говорит о том, что потихонечку деревья оживают. Ну, вот в лесу, конечно, сейчас трудно зайти в лес, да, так-то еще, ведь и в парке фактически никого нет пока еще, мало гуляющих, раз, что там с собаками, да, с детьми так иногда кто-то пройдет, там, с колясками, ну, вот так, а так, чтобы кто-то гулял, ну, это и понятно, потому что особо не посидишь пока еще, все-таки холодно, да и видите, все заметено во многом, льда много на дорожках, так что, конечно, гулять довольно-таки некомфортно, естественно, вот, ну, а в лес уж и тем более, там и вообще все еще в снегу, разве что на лыжах только, вот, ну, у нас как-то сейчас уже почти не принято кататься на лыжах, уже мало кто катается, тем более там по лесу, вот, так что лес пока еще спит, но постепенно идет такое просыпание, ну, а народ готовится к садово-огородным работам. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok